Авария носителя. Да? 2 минуты 45 секунд. Авария носителя. Сегодня коммерсант со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом расследования причин аварии ракета-носителя, сообщил, что произошел сбой при отделении одного из четырех блоков первой ступени. Тремя возможными причинами источники издания называют отказ пирозамка бокового блока, механическое повреждение крепления или отказ автоматики. Источник Интерфакса утверждает, что на ракете был неисправен дренажно-предохранительный клапан бака окислителя, который должен был увести боковой блок от центрального. При этом этот клапан проходит обязательные проверки перед стартом. В итоге у ракеты-носителя отключились двигатели второй ступени. Сработавшая аварийная система благополучно вернула отсек с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом на Землю. Все полеты на ракетах типа «Союз» приостановили до окончательного выяснения причин аварии. Однако глава Роскосмоса демонстрирует уверенность. «Мы вернулись в «Звездные», ребята обязательно полетят. Планируем их полет на весну следующего года». После аварии при запуске нового «Союза МС-10», пристыкованный сейчас к МКС «Союз МС-9», остался единственной возможностью для экипажа станции вернуться на Землю. Алексей Овчинин вместе с находящимся сейчас на МКС Сергеем Прокопьевым должен был 15 ноября выйти в открытый космос и проверить снаружи отремонтированный «Союз МС-9». Напомню, что в конце августа при расследовании падения давления воздуха внутри МКС в корпусе пристыкованного «Союза» было обнаружено отверстие. Его заклеили эпоксидной смолой. Тогда глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что это отверстие просверлили изнутри корабля. По другой версии, дырку ошибочно просверлили на Земле. Для нас сейчас космонавтика — чемодан без ручки. И бросить жалко, и нести тяжело. Вот от этого сейчас все проблемы. Она выживает как-то сама. Ребята, что, денег? Ну, найдите вам денег. Еще что-то? Ну, найдите. Только не нуйте. И так далее. А вот какого централизованного внимания, серьезного внимания, в общем-то, нет. Сейчас комиссия Роскосмоса проверяет все ракеты «Союз», произведенные на Самарском заводе «Прогресс». Обломки всех ступеней ракеты обнаружены и исследуются. Директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил агентству ТАСС, что сейчас рассматриваются различные варианты действий. Он допустил перенос запланированного на 31 октября запуска грузового корабля «Прогресс» и даже консервацию станции МКС и возвращение экипажа на Землю. Источник космической отрасли рассказал РИА Новости, что грузовой корабль «Союз МС-14» могут переоборудовать в пилотируемый. Александр Касаткин. Настоящее время.